Манхэттен Шортс Манхэттен Шортс попадают в список номинантов на премию Американской киноакадемии. Так что впереди борьба за Оскар. Теперь Саша настоящая знаменитость. Его узнают, к нему подходят на улицы, особенно девушки. Иду я просто по улице, идет, ну, стоит девушка, наверное, 4-5, и одна из них на фейсбуке сидит, ну, сразу же ясно, да, мотает ленту. И потом она просто поднимает такой взгляд и такой, эй, смотрите, это он, это он, сейчас покажу, подожди, это он. О себе Саша не любит говорить, а вот о кино может рассказывать часами. Его кумир Арнольд Шварценеггер, человек, который сделал себя сам. Он очень усиленно работал над собой, как бы, и он... Ему вообще просто предложили роль, как бы, ему просто предложили роль, это как бы, как у меня почти, как бы, вот, он спортсмен, я, ну, как бы, он был бодибилдером, но у меня, как бы, хоть спортсменом, ему просто предложили роль сниматься из-за того, что он, как бы, форм, форма у него хорошая. И да, и так началась его карьера. Он всегда улыбается, всегда куда-то спешит. Жизнь Александра сейчас расписана по минутам. Съемки, фотосессии, интервью, вечерняя школа и спортивные тренировки. Недавно Александр Роннис снялся еще в одном фильме о Первой мировой войне. Он играет в массовке. Картина выйдет к столетию Латвии. Кроме того, он обдумывает заманчивое предложение из Лондона выйти на сцену театра, где все актеры – люди с особыми потребностями. Предложение интересное, но страшновато уезжать из дома. Да и спорт бросать не хочется. Три раза в неделю Саша из родного города Елгова мотается в Ригу на тренировки. Самое трудное, говорит Саша, это проехать через толку людей. А городские препятствия – бордюры или лестницы – его не пугают. На своей коляске он может разгоняться до 30 километров в час. Но вот и приехали. Это латвийская сборная по волейболу сидя – паралимпийский вид спорта. Андрей Филипповичус, вице-президент волейбольной ассоциации, поясняет, что это они придумали снять фильм про Сашу. Хотели показать, что инвалидность – это не приговор. И надеялись, что его пример подтолкнет других людей – хотя бы заняться спортом. Ведь это не просто команда, говорит Андрей. Здесь ты на равных со всеми. Ты свой. Абсолютно разные истории, абсолютно разные люди, с разным характером. Не так все просто, конечно, в команде. Люди разные. Но, тем не менее, все приходят, занимаются. Мы все тут и спортсмены, и немного психологи, рассказывает Улдес, капитан сборной. Его главная задача – поддерживать командный дух. А самая заветная мечта – попасть на паралимпийские игры. Это самый главный и самый большой праздник спорта. Естественно, что каждый хочет там попасть. Пока у латвийской сборной любительский уровень. Но побороться стоит. Так спортсмены убеждают сами себя. Ведь инвалидность – это не приговор. Про это даже фильм снимают. Александр Ронис, их коллега по команде, может подтвердить. Мария Андреева, Даниил Жилинский. Балтия неделя.